Всем привет! Добро пожаловать на канал LEGO Crazy Motion. Меня зовут Дмитрий и у нас сегодня двойное видео. Это обзор одной кастомной фигурки, совершенно чумовой, сейчас мы её посмотрим, и определение победителя розыгрыша, который я объявлял не так давно, когда показывал крутой китайский БТР с Алиэкспресс. По условиям розыгрыша нужно было всего лишь сделать репост видео из моей официальной группы ВКонтакте. Все ссылки были в описании, нужно было просто сделать репост себе на страницу, и рандомом я сейчас выберу победителя. Итак, включаем видео, определяем победителя и, наверное, его поздравляем. Единственное, что видеоопределение будет без звука, потому что в момент, когда я буду монтировать это видео, я сразу запишу с компьютера процесс выбора рандомом победителя. Вот, так что смотрим, определяем, а потом смотрим кастомную фигурку. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок В отличие от вас, я еще не знаю, кто победил, но кто-то уже явно будет определен, так что я поздравляю. Всем остальным не расстраиваться, скоро будет новый розыгрыш. Ну а теперь давайте смотреть. Итак, есть в группе у нас специалист по кастомам, зовут его Кирилл Лукин. Кирилл Лукин, давно я уже с ним веду переговоры, чтобы он сделал некую серию видео выпусков по поводу кастомов, как их делать, может раскрыл какие-нибудь секреты, может что-нибудь показал, рассказал интересное. Почти я его уломал, но он в процессе, обдумывание, сценарий и так далее. Не знаю, сделать в итоге или нет, но пока он прислал одну свою работу для обзора и для возможной будущей анимации. Итак, встречаем совершенно крутую чумовую фигурку, это у нас хищник. Кто-то следит за нами, и это не человек. Их ждет схватка с самым страшным противником, святая Богородица, которого еще не видела земля. Думаю, многие из вас смотрели фильм, знают этого героя. Почта немножко сурово обошлась с фигуркой, хотя может быть более-менее даже ничего. Был оторван один волосик у этой фигурки сзади, дреды или как они там называются. Короче, минус один дред, положим пока, пусть вращается, может потом я смогу его даже приклеить. Как вы видите, многие элементы сделаны с помощью пластики, плюс надо отдать должное, как Кирилл произвел покраску. Очень хорошо и естественно выглядят материалы, а вот за что стоит, не то чтобы поругать Кирилл, но как бы высказать свои пожелания на будущее, это чтобы он выбирал фигурку лучше, наверное, от Лего для кастомов. Потому что в целях экономии для своих экспериментов он берет обычно дешевые китайские фигурки, ну и у них, соответственно, есть все минусы этих дешевых китайских фигурок. Отваливающиеся руки, ноги, в частности вот у этой фигурки, так, я думаю, что вы ее достаточно уже рассмотрели, можно ее взять в руки и показать. Значит, у этой фигурки отваливается кисть, на клей ее сажать нельзя, потому что она должна вращаться, поэтому я немножко пластилина туда положил, но с кистью большие проблемы. Вторая кисть вращается, но тут, видите, сама рука, вот у нее люфт нехороший, и меня смущают ноги, тоже вот они очень-очень расслаблены. Конечно, хотелось бы в следующий раз, чтобы Кирилл взял для своих экспериментов фигурку по качественнее изначально. Так, ну вот кисть и отвалилась, собственно, ладно, с ней потом разберемся. Я вообще планирую эту фигурку кое-где поиспользовать, есть у меня творческие планы, пока я их раскрывать не буду, чтобы меня не засыпали вопросами, а где, а когда, потому что зрители моего канала любят услышать какую-нибудь идею, а потом меня долбить вопросами. Теперь небольшой сюрприз. К этой фигурке Кирилл прислал еще и вторую модификацию. Как вы помните, хищник он в двух типах, хищник в маске и хищник без маски. Так вот, Кирилл отдельно прислал... Опс, так, живая фигурка. Отдельно Кирилл прислал второй свой шедевр. Это голова хищника с раскрытой пастью. Но посадил я ее в фигурку, потом само тело поменяем. Тут главное, конечно, голова. Итак, смотрим на голову. Мне кажется, это вообще произведение искусства. Раскрытые челюсти. По фильму я помню, как со Шварцем этот хищник бегал. Это вообще просто фантастика. Детализация сумасшедшая. Не знаю, как Кирилл это делал. Просто аплодирую стоя. Давайте попробуем у первого хищника голову снять. У второго тоже снять. Вот. И вот теперь у нас хищник полноценный. Уже с раскрытой челюстью без маски. Это просто фантастически детализированная фигурка. Какая-то колоссальная работа. Мы видим зеленые пятна крови с правого боку на фигурке. Ну, я думаю, вы помните, кто смотрел фильм, что у хищника кровь такая ярко-кислотная зеленого цвета. Собственно, все. Больше показывать здесь особо нечего. Победителя конкурса, точнее розыгрыша мы выбрали. И крутой кастом от Кирилла Лукина я вам показал. Что будет с этой фигуркой еще я не решил. Вернее, я решил, но не факт, что это будет в ближайшем будущем. Есть другие планы по мультикам. Ну, а вы в комментариях пишите, хотите ли вы увидеть небольшую новую рубрику, там, серии 4-5 от Кирилла, чтобы он раскрыл или показал какие-нибудь секреты, как работать с пластикой, как делать кастомы. По вашим комментариям и будет определяться. Ну, я думаю, что это для него дополнительный стимул будет делать или не делать. Все, будем закругляться. Кириллу огромный респект за работу. Это просто, повторюсь, произведение искусства. Вам спасибо за просмотр. И от вашей активности все-таки зависит будущее. Будет какое-нибудь такое видео на канале или нет. До новых встреч. Всем хорошего дня. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok